Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Мне реально безумно приятно, что каждое мое видео вы смотрите, несмотря на то, что иногда я прям загружаю по 4 видео в день, и все равно каждое видео набирает по 30 тысяч просмотров. Это очень-очень приятно и мотивирует меня снимать как можно больше материала для вас. Сегодня у нас роллы, как вы уже поняли. И давайте приступим. Сегодня у меня что-то весь день нос чешется. У меня все так бывает, когда по идее говорят, что если нос чешется, значит кто-то по тебе скучает. Но у меня так бывает, когда я начинаю болеть гриппом. Так, у нас значит здесь, что такое? У нас здесь Филадельфия, осушеная рыбка и вот такие вот спайсы. Все самое любимое. Давайте немного возьмем васаби. Пошалим, так скажем. Время уже, наверное, где-то часов 8. Очень поздно решила снимать видео. Как вы заметили, сегодня мы сидим в моей комнате. Не потому, что у нас гости или я не могу снять там, где обычно. Просто решила просто сделать какое-то разнообразие. Такой задний план организовать. Но его все равно, оказывается, не видно. Но ничего. Самое главное, что я старалась. И вы оцените своим лайком. Надеюсь на это очень. Как я раньше могла не любить роллы, ребята? Как это могло происходить? Просто объясните мне. Забиваем мы айсти. Вот эта кофточка. Правда, у вас такое ощущение, что, скорее всего, я голая. Я ее купила в Нью-Йоркере. Один раз постирала. И она стала какая-то серая. Не всегда, но частенько бывает такое, что я покупаю вещь. Стираю, а потом ношу. Постирала называется. Возможно, я не умею отделять там, не знаю, белые вещи отдельной стиркой. Не знаю, цветной отдельно. Но я вроде с белым стирала. Все равно вот такой вот цвет теперь. Без мамы очень тяжело. Искупала бабушку. Посидели, поболтали с ней. Пошла в супермаркет. Купила все, что она хочет. У нас просто такая дилемма. Бабушке не нравится, как я готовлю. Я заметила, что и вчера она не стала есть то, что я приготовила. И сегодня тоже. И дело тут не в том, что я прям ужасно готовлю. Просто она такой капризный человек. Ей сложно угодить. Мы с ней договорились, что я куплю то, что она хочет. Либо я буду готовить строго по ее инструкциям. Она там будет где-то рядом и будет направлять меня. Потому что мамы еще недельку не будет. Моя проблема что я начала поздно вставать. А так бы все успевало. Не могу сказать, что прям домашние дела настолько сильно меня напрягают. Сейчас, например, на кровати у меня бардак. Но вы в инстаграме видели. Я не могу сказать, что я помешана на чистоте. Реально есть такие люди, которые помешаны на чистоте. Но еще, кстати, есть люди, которые делают видимость того, что они настолько чистоплотные. Вот, например, они приходят к тебе в гости, к примеру, да. Строят из себя таких чистюль вот прям. А к ним домой заходишь просто срать. Таких людей я вообще не люблю. Стараюсь держать подальше от себя. Есть действительно чистоплотные люди. Которые это делают не на показуху, а реально они просто е. Как же я люблю роллы. Сегодня еще планировала кучу тиктоков наснимать. Так и не получилось, кстати, ребят. Вы знаете, что давно мой брат очень хотел стать блогером. И мы в какой-то момент его засмеяли. И честно, меня до сих пор очень сильно мучает совесть за это. Он лет пять назад начал снимать мукбанки. Не совсем мукбанк, обзор еды. И мы с мамой просто посмеялись, что что-то фигня. Занимайся чем-то серьезным. И не поддержали его в этом. Вот и с тех пор я уже очень давно ему предлагаю там начать снимать мукбанки. Что я тебя поддержу, давай вместе снимем что-то. И он все никак. И меня каждый раз вот, как бы, как вам сказать, совесть мучает, что почему, когда он начал, я его не поддержала. И сейчас он начал свое дело. Правда, мукбанки. В инстаграме он открыл страницу, где делится всякими видюшками. Смешными, интересными. Я была бы безумно благодарна каждому, кто подпишется на его страницу. Ссылочку я оставлю внизу. Честно, вот от души вас спрошу. Кому не жалко, кому интересно. Реально, я думаю, что у него получится. Я ему даже не говорила, что я его буду пиарить. Он говорит, не надо меня пиарить туда-сюда. Я говорю, почему? На тебя подпишутся, это хоть какой-то старт. Там не его видео. Не его фотки. Просто как группа. В общем, ссылочку вам оставила. Честно, мне будет очень приятно. любая ваша поддержка, любой комментарий. Как же вкусно. Вообще, я считаю, любое дело, которое начинает твой ребенок, нужно поддерживать. Я бы очень хотела, чтобы моя дочь у меня была дочь, и она была бы блогером. Не знаю, какая соцсеть появится на тот период. Я бы хотела с детства отправить ее на танцы, отправить, не знаю, музыкальную школу, пусть получает образование. Я это начала понимать и осознавать с недавних пор, что я хочу. Хочу, чтобы ее судьба именно сложилась так. Но опять же, никто заставлять ребенка не будет. В каком направлении хочет, пусть в том направлении, пусть и двигается. Главное, чтобы не забрасывало. К примеру, я в детстве очень хотела пойти на спортивную гимнастику, но моя мама была категорически против, потому что у нас как бы не было на это возможности. Постоянно они покупали новые купальники, ездили в разные города на соревнования. И мама просто сказала, что это нам не по карману. Но мне очень хотелось. обожаю Филадельфию. Она прям нежна. Иногда мне хочется поснимать мукбанка, оставить, не выкладывать. Ну, как вы думаете, это у меня получается? Нет, конечно. Просто, чтобы у меня был материал. А, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому продолжаем DimaTorzok ДимаTorzok Ну как спать спокойно, когда у тебя в холодильнике роллы? Это же невозможно Пойду сейчас купаться Вечерняя зарядочка И все вырублюсь Просто пятерочка этим роллом На этом в общем все Спасибо, что досмотрели это видео до конца Если вам не сложно, если вам не жалко То пожалуйста подпишитесь на группу моего брата Я буду вам признательна, признательна каждому Пишите пожалуйста свои комментарии Всех люблю, целую, всем пока!